Девушки отдыхают Девушки отдыхают Я включила телевизор и к своему везению почти сразу же наткнулась на довольно-таки неплохой фильм, очень заинтересовавший меня. Поглощенный его просмотром, я еще не знал о том, что произойдет в дальнейшем. Я не помню, что я делала после просмотра фильма, не помню, что произошло после этого. Я проснулась в мягком кресле возле окна гостиной, укрытая теплым пледом. Моя голова буквально раскалывалась. Я даже не помнила, как проводилось забытье. Я отринул все, что произошло вокруг. Непонятная тревога управляла моим разумом, заставляя меня сжиматься в беззащитный, тщедушный комок. Прятаться и скрываться, лишь бы все кончилось. Что-то мучило меня, терзало, не подчиняясь никакому логическому объяснению. Что-то заставило меня машинально взглянуть в сторону окна. Повернув голову, в этом направлении я вскрикнула. Прямо напротив меня, буквально в трех шагах стояло нечто. Я не могу назвать это существо человеком. Бледное, худое, безволосое. Оно смотрело на меня своими белыми, огромными глазами. Его длинные, абсолютно худые, без намека на пальцы руки, были плотно прижаты к стеклу. Знаете, что такое страх? Это когда ты не можешь даже закричать, между тем, как ужас понизывает насквозь твою душу, окутывая ее липкими нитями. Я не могла шевельнуться, и лишь глядела в окно. Оно смотрело. Оно смотрело на меня, изучало, испепеляя своим взглядом. Я опомнилась лишь тогда, когда услышала снаружи стук. Оно стучало в окно. Оно видело и понимало мой животный ужас. С громким криком я выскочила из гостиной в прихожую. Я закрылась на все замки, включила везде свет. По моему лицу катились слезы. Внезапно свет в квартире погас, и послышались стуки, только вот уже не в гостиной, а в кухне. От этого мне стало еще хуже. Я живу на четвертом этаже. Как оно это делает? Оно лазит по стенкам? Я ничего не понимала. Спустя примерно минут пять я услышала звук разбитого стекла на кухне. И какие-то посторонние звуки там же. От этого я просто вырубилась. Родители нашли меня бледную, забившуюся в угол, плачущую от беззащитности, с ключом в руках. Когда я рассказал им все, они не поверили мне, списав все на мое разыгравшееся воображение. Но одну они меня решили больше не оставлять. Сейчас я пишу этот текст, чтобы скоротать время и окончательно не сойти с ума. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok